Приветствую, друзья. Как видно, как слышно? Андрей, дай обратную связь. Андрей, Андрей, как видно, слышно? Я вышел сейчас. Так, все отлично, да? Нормально, да? Хорошо. Так, друзья, я вышел, там сейчас идет много презентаций, заканчивается сейчас очередной, это самое сейчас будет, ну, такой, типа обеда, ну, фуршетный вариант. Вот, я сейчас подхожу к нашему стенду, вот, видите, наш скайвейский стенд, Элизабет, это жена Франтишека Солара, это наш стенд, видите, знакомые кадры. Знакомые, так сказать, все это, вот, это технологическая выставка, сейчас расскажу, что здесь такое, вот, поэтому давайте, пока у нас есть небольшой перерыв. Че, куда-нибудь сюда сяду тогда? Сядут тогда сюда, с краев, где-нибудь это, ага, чтобы это все так вот ставят. Так, вопросов накопилось много, я, в принципе, вечером будем проводить сегодня вебинар по нашу Юнискай, как мы его называем, вебинар, но... Пока, чтобы не мешало, так что, ну, вот, друзья, давайте сейчас, пока время есть, значит, сначала, что это за действия, вот, это технологический университет проводит, соответственно, такую европейскую конференцию, связанную с инновациями именно в градостроительстве, в смарт-сити. Вот, и мы здесь с Франтишеком Соларом делаем два доклада, он делает доклад по стартапам, связанный с... Так, так, связанных именно с... Да, это вот, техно-саммит, вот, как раз-то показывает, видите, техно-саммит. С этого, значит, видно, да? Вот, значит, здесь есть докладчики, вот, сейчас тут докладчиков много, это брошюра специальная, знаете, тут вот, брошюра, докладчик, я стою, как Скайвей, и вот внизу это Франтишек Солар, значит, мы с ним специально разделили на два доклада, вот, они будут после обеда в 15 по европейскому времени, он будет рассказывать про этап стартапа, то есть, когда Скайвей перешел уже... О том, как Скайвей сейчас переходит уже в промышленную стадию испытаний, вот, ну, а моя задача это показать, вопрос рассказать о том, как развивается Скайвей, что это такая технология для сегодня современного города, как вообще изменятся горы, вот, и как раз вот мы с организаторами, как это тогда говорили, здесь в зале и министр транспорта, он же председатель, что сейчас в Еврокомиссии транспорта, и министр транспорта еще ряд стран, Чехии, Сербии, вот, здесь был недавно, буквально, вот, мэр в Ротиславе, город, то есть, вечером на вебинаре покажем фотографии, Франтишек презентовал и договорился о встрече в мэрии, потому что, чтобы презентовать и делать сейчас в проекте Скайвей, то есть, это такая сегодня повседневная работа, и мы с организаторами договорились, что мы сегодня акцентируем внимание именно на мобильности 4.0, то есть, что такое 4.0, что мы сегодня именно Скайвей продвинулся в этом направлении, что мы представляем. Мы введем первый термин, это еще пока не обсуждается, мобильность 5.0, вот, соответственно, это абсолютно новый термин в транспортной отрасли, вообще сегодняшней экономической и технологической терминологии, вот, а мы как раз уже покажем ролики с испытанием Юнибайка, Юнибуса о том, что мы сегодня уже в этой концепции движемся, что мы реально предлагаем сегодня уже технологические решения, вот, и еще моя задача, это уже как раз показать реальность проекта, то есть, мы покажем кадры уже записи с Эко-технопарка, что сегодня испытывается, и те, которые прошли в официальных новостях, и будем еще, соответственно, говорить о тех направлениях контрактов, которые сейчас вот пришли, вот буквально вчера из Индии, Джахар Салам, штат подписал соглашение, еще штат, где проживает, находится резиденция Далай-Ламы, и сегодня готовится один из проектов, там, связанных именно с туристической инфраструктурой, потом с, назовите, пассажирских перевозок, таких серьезных, это вот тоже то, что сейчас активно идет, и у нас сейчас, как раз сегодня, 10-11 параллельно идет выставка в Дели, это аналог то, что было в прошлом месяце в Индонезии или в Берлине до этого на Инотрансе, где наш большой стенд, где работает команда Skyway, Юницкий сейчас там, потому что он вчера подписал соглашение, и сейчас ведет, соответственно, переговоры уже по конкретным адресным проектам, там идут переговоры сейчас на очень разных уровнях, вчера подписали соглашение, там был Виктор Бабурин, был Алексей Суходов, был наш партнер, мы уже говорили, Дмитрий Владимирович Терехин, это один из первых инвесторов Skyway, который больше 15 лет назад инвестировал почти 2 миллиона долларов, и это то, с чего началось вот именно развитие Skyway, вот именно в сегодняшнем стадии, когда были построены первые стенды в озерах, к сожалению, которые потом были уничтожены, вот он тоже сейчас в Индии, в Дели, и все вот мы вчера вечером общались, звонили, мы так очень активно, эмоционально, бурно обсуждали именно вот этот очень важный такой момент, он уже не первый, то есть вы уже помните, что с Индией уже с штатом Джахар, мне сейчас выговорить, мне очень тяжело эти географические понятия, где подписывали уже соглашение о разработке первых трасс, это уже не первое, это уже второе, вот в Индии вообще работает уже 4 команды, которые запускают проекты адресные, и каждая из этих команд сегодня на таком очень серьезном уровне по продвижению, поэтому Индия это очень перспективный партнер, вот, и подписал его как раз этот первый министр градостроительства штата, он со временем предполагается, так как он входит в очень такую серьезную элиту правящей партии, что это кандидат на будущее руководство Индии вплоть до премьер-министров, поэтому, естественно, в такой, ну, скажем так, стадии, когда он еще является министром штата, он уже готовится к повышению, для нас это очень перспективные такие, перспективные контакты, и то, что Юницкий лично с ним и находится в таких дружеских отношениях, именно понимающих, потому что мы говорили уже, что, и как раз вчера, когда Антонович звонил, он еще раз вот эту мысль о том, что отношение к, именно к нему в Индии идет не просто как к изобретателю, который, который дает транспортную технологию, а именно к человеку, который несет вообще новую эко-идеологию, который хочет изменить именно вообще цивилизацию с точки зрения техногенной цивилизации, в экогенную, что все действия, которые делаются, идут на улучшение и оздоровление природы, поэтому для них эта философия, она даже более важная, более интересная, чем просто сами технические решения. Ну и хотя вот то, что я сейчас буду сделать здесь презентацию на вот этом технофоруме, на техническом саммите, именно о том, что технология Skyway, она уже решала те вопросы, которые на сегодняшний момент загнаны просто в нерешаемые проблемы, которые являются бичом цивилизации. Это смертность на дорогах, это экология, это пробки, это утилизация отходов, это сегодня проблема мегаполисов, которые задыхаются, это сегодня нехватка и отравление плодородных почв, которые сегодня являются для нас основным источником продуктов. И вот эти вот как раз вопросы, то, что мы сегодня не просто уже ставим решение, а они уже сегодня в экотехнопарке, в Марьиной горке, сегодня активно решаются. И дальше целый ряд адресных проектов, которые намечаются в Индии, они просто как раз демонстрируют и показывают, что интерес и развитие будет большое. Дальше активнейшие переговоры сейчас идут с Индонезией, с Малайзией, с Филиппинами о дальнейшем развитии. Индонезия – это все-таки четвертая сегодня по населению страна в мире, которая разбросана по порядка 6 тысяч островов, поэтому для них вот эта транспортная инфраструктура – это вопрос номер один. Ну, про Индию, как я уже говорил, что реально сейчас рассматриваются моменты такие, просто что Индия, применяя технологию Skyway, может в течение 10-15 лет выйти вообще на лидирующей позиции в мировой экономике. И мы считаем, что это вполне реально, потому что такая страна с таким мощнейшим потенциалом и людским, и ресурсным, и интеллектуальным, она, конечно, вполне, запуская новую технологию, может сегодня выйти, на каких скоростей достиг Юникус. Друзья, все увидите, то есть остался 51 день до Эко-технопарка, до Эко-феста, поэтому все увидите сами своими глазами. Так, час назад вы увидите на выставке «Дели Бабурин» переводил. Да, смотрите, новостей сейчас идет очень много, вот, презентация, конечно, которую делал Юнинский, тот мне Алексей Суходоев написал еще позавчера, когда была презентация для ряда инвесторов, и Юнинский делал презентацию Skyway, ну, а, конечно, он говорит, надо все это писать, всем распространять, потому что такого уровня презентации, как он делает, конечно, дорогого стоит, и это, конечно, очень интересно. Вот, поэтому, видите, сейчас работа ведется очень и очень многопланово, в разных направлениях, вот, мы с Алексеем уже не можем фото с Эко-технопарком, да, друзья, тролли, или, как стоит их там назвать, промышленные шпионы, или еще, так сказать, это, поэтому, какая разница там, там очень многое, и, так, они соответствуют действительно, что фотографии, вот, поэтому, вот, поэтому мы сейчас, видите, с Алексеем очень, так, активно разделяемся, он был в Индонезии, в Индии, вот, я сейчас здесь, в Словакии, завтра вылетаю в Италию, у нас будет там тоже большая конференция с инвесторами, оттуда будут опять в Австрию, потом в Будапешт, в Венгрию, это там, где сейчас активно работают наши партнеры, активно ведутся вот именно конференции по привлечению новых партнеров, новых мест, это как раз сейчас очень и очень активная работа, и мы по мере того, как развивается сейчас уже привлечение именно заказчиков и партнеров с точки зрения инвестиций уже в проект непосредственно, как заказа трасс, вот, мы сегодня по логике краудинвестинга, так, а что тут в фото этих технопарк, не знаю, друзья, там, про какие фото вы сейчас говорите, подделки, там, тролли, там идут сейчас испытания путевой структуры, там идет испытание Юнибуса, Юнибайка, вот, и в этой технопарке вы увидите все, там, своими глазами, все это, соответственно, покажем, поэтому я не могу сейчас комментировать, тем более, то, что делают и показывают тролли, вот, тем более, что я могу сказать, что мы, вот, Андрей отслеживает, сейчас копирует, будет видео с Инди, обязательно будет, будут обязательно официальные репортажи, вот, поэтому и на подписание соглашения, и с выставки сегодня, все будет, друзья, не переживайте, вот, такой информационный, более того, я могу сказать, что буквально, наверное, еще в 2-3 дня нас ожидает, но я могу сказать, очень серьезный такой сюрприз, очень серьезные встречи, которые будут у Юницкого, поэтому давайте еще подождем 2-3 дня, мы будем просто с вами радоваться тем новостям, которые будут идти из Индии в развитие проекта, вот, какие, друзья, как это всегда говорят, знаю, но не скажу, вот, это будут, Арманд работает в Деле, ну, там помимо Арманды, там еще и Виктор Бабурин, и Анастасия, и сам Юницкий, и Алексей Суходоев, поэтому каждый освещает со своей стороны то, что может сделать это, я ссылку Арманды не знаю, я с ним не общаюсь, поэтому где-то, наверное, она есть, так, стенд, ну, сейчас я еще покажу и выставку, и стенд, так сказать, стенд у нас стандартный, вот, видите, идет изображение наших роликов, идет, все, ну, раздаточные материалы лежат, народ постоянно подходит, интересуется, вот, Франтишек, Елизабет здесь, мы все раздаем, я насколько, ну, или в зале, или здесь, вот, я говорю, буквально час назад, мэр Братислава, сам, подходил, Франтишек ему презентовал, оказал, там, договорился, поэтому процесс такой идет, это, друзья, такая, уже, можно сказать, повседневная, но такая очень нужная, важная работа, связанная именно с популяризацией, с развитием таких, последние, где-то сколько, месяца два или три назад, когда мы проводили такую, здесь, в Братиславе, сюда прилетал Виктор Бабурин, тоже был министр транспорта, он презентовал, это, по-моему, только-только начало ходовых испытаний, значит, в ноябре мы, или в начале декабря мы проводили здесь такую презентацию, рабочую встречу, и сейчас, когда показали уже министру транспорта о том, что Инденибус уже поехал, и процесс идет, соответственно, он, ну, так, очень оценил, говорит, да, друзья, вы развиваетесь такими быстрыми темпами, но когда я сказал, что уже вышли на конкретные контракты, трассы уже сейчас по Индии, и готовим сейчас и в Индонезии, и в Филиппинах, и вот Франтишек буквально в понедельник улетает во Вьетнам для ведения переговоров тоже на самом таком высоком, тут с какой-то скоростью, ну, друзья, у нас какая разница, заявленная скорость 150 км в час, значит, вы увидите юнибус со скоростью 150 км в час, ниже не увидите, вот, поэтому тут сейчас есть вопрос, просто человек не может вот это самое, успокоится, сказать, с какой скоростью он едет, вот я говорю, сейчас идут испытания на разных скоростях, вот, соответственно, вы увидите, когда он поедет на скорости 150 км в час, так же, как и юнибайк и юнибус, это предельные их скорости, соответственно, ну, в том режиме, как они сейчас демонстрируются, это все как раз сейчас активно продвигается, делается и строится. Как я говорил уже, в Экотехнопарке идет параллельно сейчас сотни выполняемых задач, вот, почему сейчас оттуда идут, не показывают прямых репортажей, а только выборочные, то, что, ну, потому что очень многих вещей, которые не подготовлены, нельзя показывать с точки зрения технологической безопасности раз, и второе, нельзя показывать людям незаконченную работу, потому что, как говорила моя бабушка, не показывать дураку незаконченную работу, потому что мы, когда юнибайк показывали на небольших скоростях, до сих пор, сейчас с такой скоростью ездит юнибайк, соответственно, сейчас вопрос такой, что скорость для юнибайка и юнибуса 150 км в час тогда будет подготовленная, тут на Экотехнопарк сейчас идут работать, ну, конечно, куда они, собственно, даются, если 1 июля, через 51 день, там должны показываться уже 3 действующие трассы и, как минимум, 5 вариантов подвижного состава. Вот, поэтому сейчас в разных направлениях идет, и наиболее такая сейчас, вот на чем мы концентрируемся, и здесь, ну, что легкая трасса короткая. Вот, опять же, друзья, это технологические сейчас вопросы, и скорость 100 км минибайк уже дает 3-3 раз. Как израильское известно, скоро приедет в Экотехнопарк. Дуракам не показывайте, а нам можно. Здесь, друзья, без обид, я могу сказать, что дураков нет. Вот, Андрей не даст мне соврать, каждый вебинар мы отлавливаем такое количество троллей, которые очень профессионально, очень качественно там сегодня ищут каждую щелку, каждую из этого, и там и для того, чтобы потом показать проблему, для того, чтобы внести сомнения и к нашим, ну, скажем, людям, кто еще сомневается для того, чтобы им добавить сомнения. Поэтому ничего, я вот тоже, друзья, в этот, сегодня я не буду на этом обращаться, у нас сегодня вечером будет вебинар, совмещенный наш русскоговорящий с Юнискай-вебинаром, то есть, который мы ведем для европейских партнеров, поэтому мы в 21 по Москве, в 20 по европейскому проведем для Словакии, Чехии и Венгрии вебинары с двумя комнатами, поэтому, соответственно, кто захочет или у кого будет желание, можете входить по словакской ссылке, Вячеслав разместил в чатах, поэтому смотрите, ну, и, соответственно, мы еще дадим по разным ресурсам, поэтому, кто желает, приходите, то есть, это именно для наших европейских друзей, вот, мы с Франтишиком Солором будем проводить вебинар, он здесь, поэтому мы с ним вместе будем, с новым номером гостиничным, вот, поэтому дневной сегодня, вот, я Перископ включил, а компьютер больше здесь с одной точки потянуть интернет не может, вот, поэтому мы решили вебинар сегодня, как бы, совместить с Перископом, тем более, что очень многие, тут Андрей говорит, ну, это понятно, вот, кто оплачивает тролли, я, друзья, сказать не могу, просто мы точно можем сказать, и, как раз Андрей меня на эту мысль навел, что работают очень высокопрофессиональные люди, которые могут очень быстро, четко печатать, быстро, четко формулировать мысли, и которые каждую ищут зацепку для того, чтобы показать о том, что это проект несостоятельный, но, как у нас на это всегда уже сейчас рождается такая тема, что троллям мы покажем все свое время, и, соответственно, для троллей свое время все закончится, потому что по мере того, как мы показываем, им все труднее и труднее будет объяснять и показывать логику того, что и как, почему, ну, скажем так, мы не состоим, тем более, что здесь, вот, я говорю, сейчас, когда мы показываем уже для министра транспорта Словакии и динамику, которую он сейчас видит, он просто восхищен, исходя из того, что какими темпами и как мы движемся с точки зрения демонстратора, хотя все идет по плану, просто вехи такие, 29 ноября показали Юнибайк, Юнибайк, это начало ходовых испытаний, как рождение Skyway, вот, при этом смонтировали, и сейчас идет испытание путевой структуры первого километра, потом показали уже для индийской делегации Юнибус на путевой структуре, сейчас идут испытания, ходовые подготовки уже к штатным режимам, то есть на какие можно будет скорости вывести, дальше, сейчас уже идет, ну, скажем, после Экотехнопарка сразу начнется проектирование 22 километра для того, чтобы и уже этим летом начнется первое изготовление и строительство, и в течение, там, до весны следующего года будет 22 километра, и там мы уже с вами, друзья, будем видеть скорость, там, 200, 300, 400, 500, вот, это уже реально полномасштабные и самые, скажем так, ответственные испытания, потому что это действительно все-таки уже самолетные скорости 500 километров в час, и это то, что недостижимо сегодня для железной дороги с теми затратами энергетическими, которые сегодня делаются, поэтому на сегодняшний момент концепт активно развивается, делается, и мы с вами постоянно будем видеть что-то новое, мы с вами увидим грузовые в Экотехнопарке, уже Юникары, вот, соответственно, постоянно будем увеличивать, так, 22 части трассы между городами, нет, это Экотехнопарк, это именно испытательные стенды, там, где только будут показываться, там, где будут показываться именно скорости, то есть это вот то, что сейчас видите на экране сзади, сзади меня идет, это как раз эстакада, которая будет показывать возможности 6 в одном совмещенной трассе, и один из элементов которой, один из элементов, друзья, это скоростная трасса 500 километров в час, а также она будет совмещена и с юнибайком, и с юнибусом городского цикла 150 километров в час, и с контейнерными перевозками, и с сыпучими, и так далее, и так далее, и так далее, то есть это универсальная трасса, вот, которая сегодня... После вчерашнего фото, тоже несколько сомнений. Друзья, я не могу объяснить вчерашние фото, там, Андрей, если ты в курсе, кинни или в Вайбер, или на почту, что за вчерашние фото, которые, по которым тут все так обсуждают тролли, так сказать, поэтому я не могу сказать, что сейчас обсуждается среди наших троллей, просто этого не видел, ну вот, я могу и сегодня, вот я здесь показываю фотографии, которые мы с Терехиным и с Юницким на позапрошлой неделе были на испытании, начала испытаний Юнибуса, вот, и Андрей тоже не в курсе, поэтому, друзья, что вы там на этих троллей ссылаетесь, не могу сказать, да, то есть не всегда это даже интересно или не всегда это даже полезно, вот, поэтому мы сейчас четко могу сказать, что Юнибусы идут испытания, Юнибайка идут испытания, Юникара готовятся к испытаниям сейчас, он проходит испытания узлами, узлов, и на заводе эти узлы испытываются, вот, там на заводе есть своя путевая структура технологическая, которая не показывает, по которой ездят различные узлы, и отрабатываются, возможно, сейчас идет испытание уже стрелочных переводов, которые тоже сейчас изготавливаются, это все, друзья, работа идет в таком технологическом процессе, и частично из этого мы с вами увидим в Эко-технопарке уже на Экофесте 1 июля. После 1 июля, как мы говорили, начнется следующий горизонт цели, то есть уже начнется строительство первого, ну, уже скоростного участка 22 километра, уже начнется проектирование конкретных адресных проектов, вот, где сейчас уже готовятся контракты и изготовление это по Индии уже, по непосредственно и Эко-технопарку, который будет готовиться для Юго-Восточной Азии, ну, и вообще для этого региона, и уже конкретные проекты. Вот, это все, друзья, идет, и эти фотографии есть, и, соответственно, что там могли вчера выловить тролли, это самое, я сказать на сегодняшний день не могу. Так, еще один очень важный вопрос, который сейчас обсуждается, и вот буквально перед вебинаром мне там, Вячеслав, там все отписались, то есть это по поводу 60 миллиардов, 73 миллиардов Евраз холдинг, как Евро-Восточный Скайвей холдинг, это то, что вместо, ну, была одна, сейчас появилась вторая компания, вот, то есть, это, друзья, во-первых, разъяснения все были, просто они прошли так не для вас, не совсем замечено, во-вторых, это развивается та юридическая схема, которую сейчас создали, запустили, и которая на сегодняшний день показала свою работоспособность, когда GTI учреждает стопроцентную дочку, оплачивая уставной капитал интеллектуальной собственности, а потом реализуются эти акции. Сначала было реализовано первые 60 миллиардов акций, вот, это были большие дисконты, вот, соответственно, сегодня при переходе на следующий этап создана еще одна компания, это как акционерный сейф, они, друзья, эти компании ничем не отличаются, и они также наполнены, это не на будущие дивиденды, не на будущие акции, это, друзья, точно такие же обязательства юнитского, обязательства главной компании, которые были и в Евразии, и SkyWay первые, и сейчас просто эта схема юридической работает, ее применили для того, чтобы дальше ее наполнять интеллектуальной собственностью, и чтобы дальше также юридически привлекать сегодня партнеров, которые становятся совладельцами технологий. Поэтому сумма здесь, друзья, то есть то, что сегодня указано, там уже 73 с копейками миллиардов, всего, друзья, как мы изначально говорили, интеллектуальная собственность, которая сейчас именно реализуется юнитским и идет в обеспечение долей, это чуть более 400 миллиардов долларов, поэтому здесь, друзья, ничего не изменилось, там идут спекуляции по поводу привилегированных, непривилегированных акций, друзья, это тоже все, спекуляции, не обращайте на это внимания, то есть самое главное, что вы сейчас становитесь акционерами компании, то есть и Horizon Railway SkyWay, и первая, и вторая компания, которая является стопроцентной точкой, которая обеспечена именно интеллектуальной собственностью, владельцем которой является, соответственно, компания GTI, которая передала по лицензионному соглашению юнитским. Поэтому здесь эта схема, она уже опробирована и проверена очень многими и юристами, и партнерами, и в том числе я еще раз здесь встречался и разговаривал с акционерами, которые уже подписали договора и проплачивают уже не по одному миллиону. Франтишек, давай сюда, так сказать, это сейчас мы, Франтишек Совар, вышел с конференции, сейчас перерыв начался, сейчас мы его тоже немножко, так сказать, и посправим. Вечером он будет на вебинаре, а сейчас просто это наш, скажем, такой основной и герой, и основной сегодня. Так, ты закроешь, наверное, да? Тебе на глаза? Не, давай сюда тогда. Сейчас двигайся сюда. Приветствуем, друзья, это Франтишек. Привет, Совар. Это, дорогие друзья, наш лидер из, ну, наш SkyWay, наш лидер из Словакии, также он работает по Чехии, очень активно развивает в Венгрии, в Сербии, в Праге, в Чехии, и мы начинаем делать работу в Вьетнаме. Сейчас я это, да, я уже частично сказал, вот, а чтобы было понятно для нас, друзья, вот, Вячеслав, я там, тебе говорю, что вот эта Словакия, страна, в которой население 5 миллионов человек, дает инвестиций сейчас почти в два раза больше, чем Россия, чтобы было понятно для примера. И это благодаря работе вот Франтишека, вот, чтобы было понятно, еще прокомментирую, что за этот месяц, с 5 апреля по 5 мая, Франтишек проехал на машине, вот по всей Европе ездит только на машине, он проехал 11 тысяч километров. Ничего не перепутал? Да, 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 11 тысяч километров. 11 тысяч километров, друзья, это, да, это сейчас просто подошел, Франтишек отвлекается сразу, делает это самое. Так вот, друзья, это результат работы, он проводит по 20-25 презентаций в месяц перед аудиториями, перед чиновниками, перед бизнесменами, вот, то есть вот, и это один, то есть когда нам говорят, что мы спим в самолетах, гостиницах, поездах, так сказать, это действительно, как бы, такой процесс, вот Виктор, так Алексей, там, Армат, вот сейчас, кто это сам, мы все работаем в таком режиме, так вот, друзья, а непосредственно наши партнеры в регионах, то есть и как результат, как результат, друзья, это то, что Словакия по инвестициям вплотную приблизилась уже там более миллиона долларов в месяц и дает больше, чем Россия, чем Белоруссия, чем, ну, Белоруссия вообще сейчас нет, больше, то есть там, где мы традиционно, наши русскоязычные страны. Это тоже очень такой показательный пример, что это все результат работы. Вот у нас наши директора, ну, как вы это, то есть, понимаете, друзья, не каждый может выдержать 11 тысяч километров и презентации, когда он мне, он говорил, позавчера он 400 километров проехал до Праги, провел презентацию, 400 километров проехал обратно, встретил меня в Вене, мы из Вены поехали в Братиславу, встречались вечером опять презентация, сегодня здесь, завтра он едет уже в Каштуницу, соответственно, я вылетаю в это самое. В Вене пока нет конференции, в Вене у нас идут только работы по конкретным инвесторам, по конкретно сейчас работают, то есть вот как результат. И, соответственно, вот сейчас Франтишек, потом благодаря ему появилась работа, вот когда Юницкий стал почетным вице-президентом Словакско-арабской лиги, именно Палаты, да, и сейчас на этом плане идет работа, Виктор летал уже, это и в Саудовскую Аравию, там, и идут переговоры, подписывали соглашение, там активнейшим образом развернулась эта работа, это благодаря вот Франтишеку, который нашел этих людей, сам слетал в Аравию тогда, договорился... в Грецию, то есть договорился о встрече, и потом приехала делегация в Эко-технопарк, вы помните, когда Абдула появился, и у нас Али, этот молодой такой симпатичный араб, так сказать, который действительно... Вот, то есть это как раз вот работа, которая делается. Сейчас Франтишек в понедельник вылетает во Вьетнам, в делегации уже, соответственно, до переговоров уже там, министр транспорта и государственная транспортная компания, и департаменты, которые занимаются, вот уже для проведения запуска работы во Вьетнам, поэтому здесь я могу сказать, все за что берется Франтишек, оно все активно развивается, бурно дает результат, и он это показывает, как у себя в Словакии, как в Чехии, вот, то есть Чехия сегодня уже вплотную приблизилась по инвестициям к России, да? Вот, а представляете, друзья, в Словакии 5 миллионов человек, в Чехии 11 миллионов человек, ну, 10 миллионов человек, а по инвестициям, друзья, и это даже не наши русские, русскоговорящие, а это все-таки Восточная Европа, но они сегодня по доверию к проекту, вот благодаря лидерам, благодаря работе, выходят вот на такие, у нас в Венгрии, я думаю, что в следующем месяце обгонят Россию, хотя Россия тоже активно сейчас идет, вот, друзья, результат, вот, так сказать, это самое, то, что это. И Франтишек, еще раз скажем, это как раз один из тех, кто организовал инвестиции, инвестиций, там по, мы говорили, по объему уже более одного миллиона долларов, и от структуры, и от персонально людей, которые, я думаю, что мы в ближайшее время это увидим и об этом услышим, но мы договорились так, что об этом, когда это произойдет, круг людей, которые проинвестируют, приедут в Эко-технопарк, и как Франтишек в прямом эфире тогда сказал, что эти инвестиции будут, так в прямом эфире скажем, что инвестиции эти прошли. Пока этот процесс в работе, он очень непростой, очень непростой, но я думаю, что это тоже не за горами. Вместе с тема я эти инвестиции буду сделан. Да, то есть видите, Франтишек не тот человек, который может что-то, слова какие-то бросать на ветер, он, если говорить, то очень и очень серьезное дело. Поэтому, видите, я могу сказать, что благодаря таким партнерам, то есть вот мы встретились, мы приехали в Братиславово с Бабуриным, с Суходовым меньше года назад, то есть прошло, да, меньше года. В июне, 1 июля, Елизавета подсказывает, 1 июля прошлого года мы только сюда приехали проводить первую конференцию. Вот дальше у нас, я уже сбился со счета сколько раз мы здесь бывали, постоянно ведется работа и как результат, друзья, это сегодня лидер вообще среди всех наших из 237 стран. Вот, наверное, те страны, которые ведет Франтишек, они дают половину вообще всех, всех инвестиций от всего объема. Поэтому, друзья, конечно, очень такой серьезный результат. Сейчас вот у нас еще Италия растет очень-очень быстро, активно, потому что там тоже группа лидеров сейчас. Сейчас растет Германия очень, я еще хочу сказать, очень, ну там у нас все директора работают сейчас. Володя работает по Финляндии, Норвегии, вот, Ирина Волкова по Бельгии, Голландии, Швейцарии, Нидерландам, то есть они тоже растут очень-очень активно. Инета работает по Прибалтике, Франции, да, по Прибалтике, у нас Прибалтика сейчас вообще тоже друзья уже дают. То есть кто бы мог подумать, у нас Прибалтика, вот, как бы, казалось бы, недружественная нам страна, у нас были проблемы в Литве, там, в Латвии против нас, Центробанк пишет постоянно, Пасквили и так далее, и так далее. Так вот, вся Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва, также дает в объеме больше, чем Россия. И там, где это самое, понимаете, то есть это, ну, это не парадокс, друзья, это как раз просто развитие там, где работают активно лидеры, активно работают наши активные последователи, вот всегда есть вот такой вот очень важный результат. Поэтому мы сейчас, вот такие форумы, выставки, то есть на прошлом форуме, когда Виктор Бабулин был здесь министр транспорта Евросоюза, Еврокомиссии, да, сегодня, Фантишек вечером покажем, уже провел краткую презентацию мэра Братиславы, вот сейчас здесь будет еще там ряд таких, это самое, более того, сейчас уже адресные проекты готовятся, вот еще Фантишек уже готовит ряд производств и Эко-технопарк, центр для сертификации в Европе, именно сертификации Скайвея, это на границе Словакии и Австрии, да, завод, то есть, поэтому много ведется как бы такой работы, это вот, друзья, то, что мы реально делаем, реально развиваем, реально двигаем, и сейчас вот таких и лидеров, и таких компаний идет очень-очень много, и вот мы постоянно с Виктором, с Алексеем, с Индией, у нас в Индии сейчас начинаются и проекты, и развитие именно, ну, структур именно построения инвесторов, это тоже активно идет и в Филиппинах, и в Индонезии, и в Малайзии, вот, сейчас Китай активно готовится подключаться, то есть, естественно, нужно очень много организационных вопросов, связанных с финансовыми дисциплинами, и с юридическими вопросами, вот мы в Вьетнаме сейчас это тоже подстраиваем, вот, но, друзья, как раз, то есть, инвесторов, сколько у тебя уже с Вьетнама инвесторов, в структуре? Ну, немного, не, тут уже пока не говори, потому что я начал работать с ними, и в прошлую неделю 15-16. Ну, ответьте, говорит, начал работать в прошлую неделю, 16 инвесторов из Вьетнама уже есть, вот он летит теперь во Вьетнам, для того, чтобы, так, сколько, до смены этапа, друзья, значит, сейчас обсуждается активно вопрос, мы не можем это сказать, это все-таки прерогатива и головной компании, и финансового, ну, скажем, центра, который сейчас работает в головной компании, вот, но по нашим, как бы, и ощущениям, это самое, значит, смена будет либо перед Экофестом, вот, то есть, об этом вы же поняли логику, что будет объявлено за две недели, вот, либо будет после Экофеста, то есть, где-то там, в течение июля, то есть, это тоже очень вариантный, ну, очень серьезный вопрос, я думаю, что вот Юницкий сейчас вернется с Индии, и по мере того, как будет развиваться, и как будет формироваться в графе финансирование за счет уже проекта, вы же понимаете, что адресный проект, это всегда предоплата, это контракты, это работа, это там, где конструкторское бюро финансируется уже не за счет краудинвестинга, а финансируется за счет заказчика, и это та задача, вот наша с вами задача краудинвестинга, запустить этот механизм, то есть, сделать настолько понятным демонстрацию для инвесторов и заказчиков, чтобы они пришли, и тогда наша с вами задача будет выполнена, тогда вход в корневую за счет краудинвестинга будет закрыт, но тогда сразу начнется резкая капитализация тех обязательств, которые у нас с вами есть, поэтому это, и, соответственно, параллельно с этим, вот тоже много задают вопросов, вот только параллельно с этим начнется уже вторичный оборот, когда кто хочет, может продать свои обязательства и получить, зафиксировать прибыль, но это будет только тогда, когда достаточное будет финансирование за счет заказчика, понимаете разницу, не мы сегодня инвестируем, покупаем, фактически мы сегодня с вами являемся инвесторами, заказчиками, то есть, мы первый адресный проект, это Эко-технопарк, который мы с вами, как инвесторы, строим, так вот, как только он начнет строиться за счет заказов, за счет уже тех, кто хочет пользоваться этой технологией, все, мы с вами свою задачу выполнили, мы переключаемся, друзья, это не значит, что краудинвестинг будет закрыт, как многие пугают, что, ну нет, друзья, нам работы с вами хватит на ближайшие 100 лет, реально 100 лет, у нас будет тысячи адресных проектов, у нас еще будет целый ряд технологий SkyTec, которые мы видим, которые по доходности не ниже, чем SkyWay, и когда мы запустили такую, скажем, сложнейшую машину, и маховик, как SkyWay, то поверьте, у нас с вами еще будет куча и куча направлений, когда мы с вами дальше будем работать. Долго-долго. Да, долго-долго, и Фантишек в курсе очень многих наших планов, запуску и дальше инвестиционного фонда, то есть это сейчас работает, когда SkyWay Capital начнет работать уже как классический инвестиционный фонд, работать с инвесторами, инвестировать в адресные... Какая сейчас доходность у SkyWay? Друзья, мы сейчас не работаем по доходности годовых. Мы сегодня работаем на капитализацию обязательств. Мы сегодня с точки зрения, так как наш проект не перестал, он остается венчурным, то мы сегодня даем доходность за счет дискаунта. И тот, кто сегодня покупает, он получает большие премии. А как только мы с вами... И наша задача, как команда, друзья, и здесь, я думаю, что ни один человек, или если кто-то мне будет говорить, особенно, знаете, тут один деятель пишет, что я за три года не вижу изменений, которые произошли. Ну, друзья, я с такими людьми просто не разговариваю. Мы с Франтишиком общаемся год, и за этот год произошло столько изменений, они происходят каждый день. То есть вы посмотрите там наши новочки, это самое... То, что сегодня делается... Вчера... Это изменения произошло в Викотехно-партии, когда мы были в апреле 2016 году, там не было ничего. Ну, свои стояли, а сегодня трассы, идут испытания двух подвижных составов, третий строится. Сейчас я вам скажу, вы увидите скоро трассу для юнибайка легкую. Вот. Ну, в общем, не буду рассказывать, а то очередной раз будут там и тролли, и все эти, и говорить, что я выдаю секреты. Нет, друзья, просто я говорю, что тот объем работ, который сегодня делается, как эти-то парки, это сотни параллельно выполняемых задач. И они 1 июля сведутся все в одну, начиная от тротуарной плитки, чтобы все было красиво. Газонов, и кончая станции, музея, нашего дедушки, 131-го зила, Ю-21, вот, и еще много-много-много чего. Это все, друзья, как раз активно сейчас делается, развивается. И параллельно еще, то, что, Юницкий постоянно подчеркивает, идутся десятки работ, по адресным проектам, просто десятки. Вот благодаря Франтишеку, мы только здесь уже, вот он, когда с Вьетнама вернется, и будет встреча, мэр города, потом вот компания, расскажи сам, то есть проектная компания, инвестиционная компания, которая конкретный адресный проект здесь в Братиславе рассматривается. Это только вот то, что Франтишек ведет. А еще у нас есть проекты, благодаря партнерам в Уругвай, партнерам в Азии, это то, что инвестиционная компания здесь из Словакии делала. И таких проектов, я говорю, друзья, во Вьетнаме сейчас это развивается, а в Арабии, это то, что только Франтишек запустил. А таких и работ, и партнеров у нас сейчас десятки, и десятки, и десятки. Я вам еще раз говорил, что сейчас в Индии Дмитрий Владимирович Терехин, это человек, который 15 лет назад инвестировал полтора миллиона долларов, из этого началась вообще вся работа в Озерах. Он сейчас тоже возглавляет одну управляющую компанию, которая запускает адресный проект. Он сейчас вместе с Юницким, с Бабуриным, из Суходойвом, в Дели на выставке и на заключении определенных контрактов. Это тоже очень такой важный момент. Хоть кто-то дал денег на адресные, но, друзья, если вы не слушаете, ничего не говорите, то вчера подписан договор со штатом Джаль-Сахар, если я правильно произнею. Джаль-Сахар, это уже конкретные контракты с конкретными договорами, с конкретными предоплатами, с определенными сроками оплаты и сроками строительства. Поэтому, сегодня это даже нельзя сравнивать, потому что изначально те 15 этапов, которые говорили, это эстакада и пока все на одном виде транспорта, ну, на одной эстакаде. А то, что параллельно, это я вам уже говорил, и то, что меньше года назад принято решение и строить вторую легкую трассу для Юнибайка, и дальше на этом будет уже целый ряд адресных проектов, связанных с перевозкой литевой воды, с перевозкой леса, то, что мы, вот эта наша легкая трасса, это реально уже адресный проект готовый. И мы прямо после Экофеста договорились и с Юницким, и с конструкторами, что мы в течение месяца покажем уже именно образцы для перевозки леса. То есть, когда наш Юнибайк будет вешаться в бревно, и он будет проходить большие пролеты, сразу транспортировать до 20 миллионов кубов леса. Это сразу будем делать уже адресный проект на этом. И то, что сейчас строится грузовая трасса на 200 миллионов, это тоже не планировалось, что мы этим летом начнем делать. Но параллельность проектов, которые сегодня, и еще, друзья, никто не думал еще два года назад, что мы, даже не демонстрируя очень многие трассы, уже перейдем к адресным проектам. Ведь это же тоже параллельная работа. Мы изначально предполагали, что сначала... Джарам Сала... Да, точно, спасибо. Ага, так сказать, это... Джарам Сала. Нет, Харам Сала. Харам Сала. Надо учиться уже, друзья. Все это... Транспорт 1-й Улья будет ездить весь день с утра и до какого времени? До вечера, друзья. До упора. Пока все не увидят, не нафотографируются, не снимаются, все это не будет закончено. Поэтому, друзья, еще раз я могу сказать, что 1-го июля, конечно, будет такое очень важное событие. То есть и очень многие вещи будут продемонстрированы. Вот. И второй вопрос, это просто та атмосфера, которая будет создаваться. Вот. Потому что мы сейчас уже огромные... То есть уже больше людей, которых мы предполагали, только с Чехии и Словакии едут. Сколько там, наверное... С Чехии, Словакии, стоим 200-250. 200-250 человек, это только вот из маленькой страны. У нас, если взять каждую страну... О, кстати, вьетнамцев приедет. Сколько? Вьетнам 10, минимум 10. 10 человек из Вьетнама будет, друзья. На Экотерапии. И сейчас мы потом специально составим реестр людей, сколько было реально живых людей из скольких стран. Я думаю, что одно это только будет впечатлять. Я думаю, мы этим сразу попадем во все книги рекордов там, потому что в одном месте, причем мы никого не заманиваем, мы никому ничего не обещаем, мы никому не платим, просто люди сами за свой счет приезжают для того, чтобы увидеть своими глазами. И мы посмотрим, сколько будет людей из скольких стран. Друзья, одно это уже будет просто уникальная вещь, просто уникальная. Я думаю, что ни один проект в мире не собирал в одном месте столько людей из разных стран. Поэтому мы сразу отказываемся. То есть будем ли мы делать переводчиков? Делать переводчиков будем только на один язык, наверное, на английский. Все остальное, каждая группа будет переводить себе сами. Все будут общаться между собой на своем языке. Это тоже, друзья, будет такой уникальный. Сколько уже билетов продано на Экофир? Не знаю, друзья, зайдите на сайт, и там стоит счетчик. На прошлой неделе перевалило за 3 тысячи. Я точно знаю. А вы же понимаете, все покупают в последние моменты. Вот, Франтишек, тебе удачи и здоровья. Вот, здоровья, конечно, моему, друзья, так сказать. Спасибо. Вам тоже. С каким энтузиазмом и как он работает, это, друзья, так сказать. Как сказал Юницкий, нам бы десяток таких франтишек и проблемы у Скайвэя с партнерами инвестиций были это. Но сейчас, друзья, вот команда, я говорю, то есть сейчас вот те люди, которые действительно работают. Ирина Волкова, мы сейчас с ней планерку проводили, директорскую буквально там два часа назад, пока я там сидел на конференции. Вот, она тоже говорит, за три года, друзья, даже недели нету, не то что отпуска, а передыха и так далее. И тоже вот это вот. Поэтому это вот сейчас все держится на вот таких людях, как франтишек, как Ирина Волкова, как Инета, Володя Маслов, Виктор Бабурин, Алексей Суходовик. То есть это вот те вот, кто-то, кто реально работает в таком режиме, когда... Сергей Сибирьевич тоже. Я, честно... Чуть-чуть работает. Чуть-чуть. Да, так сказать. Чуть-чуть. У меня просто, когда силы заканчивают, мне надо хотя бы неделю отлежаться, то я приезжаю домой неделю и опять, так сказать, вот где-то у меня в среднем три недели я где-то в командировках, в разъездах. Неделю все-таки хочется побыть с детьми, хочется все-таки неделю полежать. Вот, поэтому... Вот, друзья, видите, так сказать, сейчас уже... Мы сейчас готовимся у нас через... А, через полтора часа, да, у нас с франтишеком. Да, то есть с франтишеком будет две презентации. Франтишек будет презентовать Skyway именно как стартап, как тот, кто от чертежей, от анимации перешел уже в испытание, какой путь мы прошли. Вот, а моя задача – это несколько рассказать уже о возможностях умного города, Smart City, линейные города, о мобильности 4.0, о мобильности 5.0, о том, что мы реально сегодня запускаем новую идеологию. И здесь завершение, друзья, не могу не сказать. Тут после прошлого вебинара подняли волну, я произнес цифру, триллион долларов, один проект между Лос-Анджелесом, Лас-Вегасом, 384, и там чуть ли не подняли скандал, что откуда триллион, не может быть такой цифры, что это там полно. Это даже там начали писать Юницкому, начали писать Бабурину о том, что я на вебинарах, более того, там один даже напугал, что я привел крупных инвесторов. Они, когда услышали мой вебинар и услышали цифру триллион долларов на одном проекте, они даже увели этих инвесторов из капитала в свик. На что мне стало абсолютно смешно. Я сказал, друзья, там работу, но я просто так слов не бросаю. Если я сказал триллион, то, друзья, на следующем вебинаре мы с вами сами посчитаем и еще раз разложим. И тот, кто эту логику реально понимал, тот поймет, почему перевозки это одно, а Skyway это несколько другое. И тот, кто пытается посчитать только доходность на перевозки из одной точки в другую точку, это тот, кто сегодняшний смартфон сравнивает с проводным телефоном 30 лет назад. Это несколько другая атмосфера, это несколько другие технологии. И как раз если говорить логикой перевозки из пункта А в пункт А в пункт А, это одна цифра. Но когда говорить весь комплекс, то, что дает Skyway, это вот то, что мы как раз сейчас и в прошлый вебинар говорили, что параллельно идет технология этого же гумуса. И так, по-моему, никто и не понял, почему эта капитализация даже не на порядок и даже не на два порядка, друзья, потому что если бы два порядка, у нас сегодня это почти на три порядка, то есть тысячу раз капитализация выше, чем просто так проект из одной точки в другую. И кто этого не понял или не хочет понять, ну что, друзья, значит, вот мы пока с аэропорта с Франтишиком ехали, я говорю, Франтишик, давай, я на тебе обкатаю вопросы. Мы с ним начали считать как раз проект и тоже дошли до одного триллиона, потом до второго триллиона, дальше открылись горизонты, что дальше считать бесполезно, то есть вот абсолютно, вот Франтишик как абсолютный человек, и я у него спросил, вот Франтишик, тебя все эти расчеты и, скажем так, бизнес-план устраивает, понятно, это не в один год, друзья, это развитие проекта, вот, шаг за шаг, а где воду возьмут в пустыне, ну вот видите, значит, надо слушать то, что мы говорим, то, что это самое, вот, воду в пустыне привезут по Скайвэю, поэтому там будет и вода, там будет и почва, и солнце, и жилье, и все, что это, поэтому слушайте, смотрите, мы как раз эту логику и доносим сейчас, я не зря сказал, друзья, что сравнивать сегодня логику просто того, что строительство железной скоростной дороги и Скайвея, это так же, как сравнивать сегодняшний смартфон с возможностями Перископа, с возможностями Скайпа, с возможностями и сравнивать просто проводной телефон 30 лет назад, где надо было пальцем говорить, это разные технологии, а все сегодня начинают смотреть с одними револи, и поэтому, друзья, мы с вами на следующем вебинаре, в следующую среду еще раз проведем эти расчеты и реально подойдем к тому, что вы сами согласились или не согласились, я особенно приглашаю тех деятелей, которые подняли эту бучу, которые подняли этот вой, и даже увели инвесторов из капитала в Skyway из-за того, что я сказал, что проект, который сегодня будет в пустыне, его капитализация за триллион долларов, а по нашим расчетам мы остановились на двух с половиной, сказали, что все, дальше уже считать смысла нету, потому что это уже, ну скажем так, заоблачная капитализация, но по логике мы реально к триллиону с вами еще раз подойдем и в следующий раз я при вас буду все эти расчеты проводить. Нет, еще раз, еще раз, это капитализация триллион не нашей компании, это только одного проекта, который мы предполагаем построить в штате Невада в пустыне между Лос-Анджелесом и Лос-Вегасом. Вот о чем я сейчас говорю, это только одного проекта длиной почти 400 километров. и мы с вами на этом примере будем с вами это рассматривать и будем показывать, а таких проектов будет даже, друзья, не десятки, будут сотни, потому что точно такой же проект это Эл-Ад-Тель-Авив в Израиле, который идет 380 километров по абсолютной пустыне. Это такие же проекты сейчас идут в Арабских Эмиратах через Сахару, там где, ну точнее, в Саудовскую Аравию, там где через Сахару, там где сегодня нет вообще решения транспортных, там Сименс даже не может предложить как строить, как ездить. Вот, поэтому, друзья, все это мы с вами увидим и с вами посчитаем и ваше уже право согласиться или не согласиться с этой логикой. Вот, а дальше вы сами уже точно мы сейчас это подводим, это, понимаете, глупо спрашивать, а когда и за счет чего будет капитализация и наполнение обязательств, о которых мы говорим. Так вот, наша задача это создавать адресные проекты и каждый адресный проект это капитализация. И когда, если мы с вами сейчас говорим только об одном проекте, а таких проектов будет сотни, то я же вам не говорю, что ваши обязательства дальше взлетят и будут стоить там тысячу долларов. Этого я, друзья, не скажу никогда. Просто никогда. Вот, поэтому, а когда мне говорят, сколько они будут стоить, я буду опять размышлять об адресных проектах, о том, сколько будет стоить каждый проект, о том, сколько... и наша задача сейчас это создавать эти проекты, запускать эти проекты и, соответственно, чтобы они давали капитализацию. А ваше право уже смотреть, анализировать и участвовать в этом или не участвовать. Это, друзья, уже абсолютно дело каждого. Ну вот, давайте, видите, мы перерыв использовали сейчас. Так, контракт или договор о намерениях. Это, друзья, все, ждите официальную информацию о том, что будет уже в компании и о том, что официальная компания даст о каком документе. Пока вы все видели фотографии, вы видели, что Юницкий пожал руку министру градостроительства штата, вот, и этот министр Чам, как бы, это один из лидеров правящей партии, и он кандидат сегодня реально на первые посты в государстве в Индии. Поэтому сегодня, на сегодняшнем этапе с ним контакт очень важен, потому что дальше этот человек, который будет принимать решения уже на всю Индию, и то, что с ним одним из первых подписали соглашение для штата, это как раз говорит о том, что дальше это будет масштабирование уже и на всю Индию, и на штат, и вообще это очень такой показательный момент. Так, ну вот, друзья, давайте, так сказать, вечером мы с Фантишиком проводим вебинар для Словакии и для Чехии, то есть, поэтому, смотрите, ссылка везде есть, если это будет в 21 по Москве, в 20 по, соответственно, по европейскому времени, поэтому, кто хочет, подсоединяйтесь, вот, я тоже еще ряд буду, ну, опять же, все новости, которые сейчас к этому времени пришли, мы вам уже фактически так рассказали, то есть, будет просто ряд фотографий, которые мы покажем с сегодняшней выставки и прокомментируем с Индией, и то, что сегодня. Так, а где счетчик по количеству проданных билет на сайте, где продаются, их там нет. Так, друзья, не могу сказать, я о счетчике, это сам, я сам билет туда не заходил, не покупал, я просто по, то, что в чате пишут, что купили такой билет, по номеру купил такой билет, поэтому, я так понимаю, там где-то есть. Такие кривые, столько ржавчины. Не знаю, друзья, о каком полигоне вы смотрите, где у вас там что-то кривое, где у вас там... Вот, это, друзья, как раз, как раз, наверное, с тех фотографий троллей, которые сейчас показывают, как, еще раз повторю, говорила моя бабушка, не показывает дураку незаконченную работу. Не знаю, что они там сфотографировали, что они там показывают и, соответственно, что у них там кривое и ржавчина, так сказать. Наверное, что-нибудь дзержимое. Не знаю. Да, друзья, поэтому это, конечно, интересно. Так же, как момент, что всегда говорят, что Юнибайк очень сильно шумит, где-то, хотя все записи, которые идут, они идут без звука. Поэтому, где кто услышал и говорит, что там, я тут слышал, как ездит Юнибайк, и там грохот стоит, как будто танк едет, но мне это интересно, что это будет. Я рядом стоял, когда он ехал, не могу сказать, что грохочет танк. В таком случае, когда идет трамвай здесь по Братиславию, он грохочет намного больше, чем Юнибайк. Вот это я могу сказать точно. То, что он совсем бесшумно идет, сказать нельзя. То, что со временем он будет шуметь в 10 раз меньше, это тоже однозначно, потому что первая машина, которая сделана, она все-таки сделана с учетом испытания ходовых. Дальше по шумам будет уменьшена, ну, Юнинский сказал, на порядок. Битбайкарь. Да, друзья. Ну все, давайте на этом. Так, если какие-то такие вопросы, давайте, это самое есть, то можно такие, по-моему, так, основной вопрос, который был, не знаю, там, Вячеслав Андрей по этим акциям, по ЕРСН-1, ЕРСН-2, все понятно, что родилось, как родилось и почему сегодня появилась вторая компания, которая также является стопроцентной дочкой с оплаченным уставным капиталом. То есть, дальше, если надо будет, будет и вторая, и третья, то есть, это в зависимости от, самое главное, что этот юридический механизм работает. Вот, а дальше, не знаю, так сказать, все эти инсинуации и о том, что привилегированные акции хуже или лучше, друзья, вот на это не обращайтесь внимания, потому что все они обеспечены интеллектуальной собственностью и все они являются составной частью доли компании, которая оплачивает и отвечает за эти обязательства. То есть, и самое главное, наша юридическая схема сейчас она работает, и вот наших друзей с Европы, которые работают по всей, фактически, Европы, эта юридическая схема вполне устраивает для того, чтобы приводить инвесторов уже на миллионы долларов. То есть, так сказать, а что без трамвая никак? Не понял, почему. Так, еще в эфир будете выходить? Нет, друзья, сегодня здесь уже с выставки выходить не будем, то есть, я сейчас время выбрал специально для Перископа, вот, а вечером будем делать вебинар в 21, ну, может быть, по традиции, если получится, если потянет интернет, то включим Перископ еще на вечерний, кем вы работаете? Строй Skyway, спасай. Так, с акциями в Skyway и на Skyway портал есть? Нет, разница между акциями в Skyway, это все, это даже не акция, друзья, это обязательство, которое обеспечено интеллектуальной собственностью, это доля компании, где вы становитесь акционерами и, соответственно, партнерами, владельцами, вот, разницы между, там никакие нет, вот, так что, тут он все пишет, один никак успокоиться не может, что у него там ржавое, что я могу, это, не видно, юнибусов, юнибайк грохочет, друзья, здесь я могу сказать, что приезжайте на Эко-технопарк, увидите все своими глазами, вот, поэтому, что сейчас мы будем рассказывать, если не приедете, то просто послушайте, что там 4000 человек посмотрят, они вам потом расскажут, поэтому здесь забаньте, он же трон, да, друзья, знаете, с троллями, как показывает практика, жить веселее, да, особенно мне понравился их, так, почему мозг Сибирякова такой скудный, ну, не знаю, а, это вот все, скайскам, вот, ну, не знаю, друзья, мама меня каким-нибудь уродила, так сказать, так что это, не могу, он ничего на этот пример, билет на Экофеста можно купить в личном кабинете, да, билет на Экофеста, а вот этому скайскану можно писать, билет за свой счет могу купить, приезжай на Экотехнопарк, лично пообщаемся, лично все покажу, вот, так сказать, ничего в этом странного, такого, как бы нет, это, друзья, нормально все, без троллей, я могу сказать, уже было бы успешно жить, ну все, друзья, давайте, сами, до связи, строй Skyway, спасай планету, а тут будешь Skyway, захран планету, это уже, в Словакии, да, видите, это я уже почти выучил, дорогие друзья, до встречи, да, все, давайте, всего доброго, так, так,